Вот она так легко катается, легко поворачивается. Если нам надо быстро выгрузить, отщепкиваем и вот так вот сбрасываем груз. Потом ставим на место. Всем привет, с вами Якимов Игорь. Вот у меня появилась тележка, которую я давно планировал заказать. Это тележка самосвал от компании Unikid. Ссылку на эту тележку я оставил в описании. До этого я пользовался тележкой на двух колесах и это было довольно неудобно. А этой тележкой можно перевозить что угодно. И строительные материалы, и вывозить в мусор с участка, и можно перевозить дрова и уголь, если это необходимо. Грузоподъемность этой тележки 200 килограмм. В принципе, в ней можно перевозить и гравий и песок, но при этом можно повредить лакокрасочное покрытие. Для перевозки таких материалов существуют специальные тележки. Тележка покрыта порошковой краской, той как и стиранию. Но испытывать это покрытие амбразивными материалами не стоит. Если вам все же нужно перевести такие материалы этой тележкой, то покрытие можно защитить картоном. Тележка сделана целиком из стали, поэтому будет служить долго. Если вам нравятся подобные обзоры, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Высота верхней кромки от земли менее полуметра, поэтому тележку легко загружать и разгружать. И это довольно удобно. В кузове есть 4 отверстия, за которые мы можем прицепить тент, чтобы накрывать груз. Если нам надо тележку быстро разгрузить, отщелкиваем это крепление, беремся за ручку и поднимаем. При этом видим задние колеса как бы подкатываются под тележку и это удобно при разгрузке. Когда разгрузились, ставим на место и колеса становится в обычное положение. В тележке большие широкие колеса 26 сантиметров в диаметре, поэтому небольшая грязь и песок ей нипочем. Также этой тележкой можно возить грузы при небольшом снеге. Тележка снабжена поворотным механизмом, поэтому ей легко управлять. Ручка из пененого неопрена и за нее удобно держаться. И за счет блокирующего механизма ручка не опускается на землю, что позволяет ее не измазать. При желании ее можно поднять. В таком положении тележка занимает меньше места. И вот мне пришла тележка вот такой коробки. Размеры коробки метр на 60 на 20. Вот я вскрыл коробку. Это содержимое посылки. Как видим, тут даже перчаточки положили. Сейчас буду разбирать, что тут есть. Вот я разобрал посылку. Вот инструкция. Тут описано, как собирать тележку. Тут крепеж. Вот я собрал тележку. Процесс сборки досконально описан в этом паспорте. Мне осталось только закрепить эту ручку с помощью этих винтиков. Это я сделаю, когда переверну тележку. Для сборки мне понадобились два ключа на 13 и узкобубцы, чтобы завернуть шплинты. Также мне чуть позже понадобится молоток, чтобы забить заглушки в колесах. И мне понадобится два ключа на 10, чтобы закрепить ручку. Процесс сборки подробно описан в инструкции, поэтому проблем не возникло. Крепежей хватило точь-в-точь. Тут находится рама сваренная из профилей. Она крепится к кузову на шарнирах. Вот на этих винтах она поворачивается, а этими двумя винтами крепится к кузову. Сама поворотная рама крепится с помощью этой трубы. В качестве опоры служит эта плоскость довольно большого диаметра. Тут она крепится с помощью шплинта. Единственное, мне пришлось немного подточить отверстие круглым надфилем, чтобы этот шплинт поставить. Тут крепится ручка. Крепление довольно жесткое. И тут находится ограничитель, из-за чего ручка, когда ее отпускаешь, не касается земли. И она остается чистая. На поворотной раме крепится колеса с помощью шайбы и шплинта. Материал, шин. Что-то среднее между резиной и пластиком. Они надувные. И накачать их можно с помощью любого насоса с машинным ниппелем. Вот такой протектор шин. Думаю, что они не будут скользить. Задняя балка прикреплена напрямую к кузову. И стоят ребра жесткости, чтобы придать устойчивость задней балки. Тут прикреплены колеса. То, что задняя балка прикреплена напрямую к кузову, создает тот эффект, что, когда поднимаешь кузов, колеса как бы подкатываются под тележку. Конструкция тележки выглядит надежной и крепкой. Как это проявится в процессе эксплуатации, покажет время. Такую тележку испытывали на краш-тест. Девяносто восьми килограммовый мужчина прыгал на ней, и она выдержала. Я поставил на тележку картон, который сделал из упаковки к этой тележке. И сейчас вывожу мусор. Тележка довольно маневренная. Я испытал тележку. Сделал четыре ходки с тележкой на расстояние более пол километра. Каждый раз был груз более 50 килограмм. Тележка легко справилась с этой работой. И еще, я подумал, отверстия в кузове можно использовать не только для тента, но из-за них крепить резинки, чтоб закрепить груз на тележке. Вот такая тележка у меня появилась. Мне в ней все нравится. Единственное, что мне не хватает, это стояночного тормоза. Чтоб останавливать эту тележку на наклонной местности, то под колеса надо подкладывать камни. Если я придумаю стояночный тормоз для этой тележки, то сделаю отдельное видео. Расскажите в комментариях, насколько вам понравилась эта тележка. Если у вас был опыт пользования подобными тележками, то тоже расскажите, это будет полезно другим зрителям ролика. Ссылку на тележку, как обычно, я оставил в описании. Поделитесь видео с теми, кому данная тележка была бы полезна. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых видео.